Всем привет, меня зовут Давид, в жаркий ледний месяц июня я постараюсь охладить ваш взгляд на раздачу бесплатных игр в PS Plus и объясню почему именно эти игры не войдут в подписку за этот месяц. Но я пожалуй не буду сейчас брать своего кота за хвост и дергать его, потому что ему это будет неприятно, ему будет больно, он сделает мяу и меня поцарапает, да и делать я этого не хочу. Ну да ладно, шутки в сторону, у нас тут серьезные игры не попадут в PS Plus за июнь и одна из таких Mortal Kombat 11, не раздадут эту игру в подписке, потому что эта игра уже будет в подписке PS Plus, в новый PS Plus Extra, если верить конечно же предполагаемым источникам информации о том что игра там появится. Новую подписку PS Plus кстати уже совсем скоро запустят, запуск ее будет происходить с мая месяца до середины июня. И вот когда подписка уже запустится, тогда и узнаем был я прав или нет. Ремастер Crysis может тоже не появиться в PS Plus в июне аналогичным образом с Mortal Kombat 11. Дело в том, что Crysis ремастер есть в PS Now, и был он туда добавлен не на время, а как основная игра. Тут как раз и очевидно, что Crysis может уже войти в новый PS Plus Premium, который будет сочетать в себе библиотеку игр подписочного сервиса PlayStation Now. Overwatch не раздадут в PS Plus в июне, потому что данная игра и так хорошо продается, а на фоне не очень хороших оценок недавно протестированного Overwatch 2, вряд ли все начнут ее ожидать. И скорее всего игроки купят или уже купили первую часть. Разработчикам именно в июне невыгодно будет сливать свою игру в каком-нибудь PS Plus, потому что это значительно уменьшит личные продажи игры. А как раз таки Blizzard эти продажи и нужны, потому что продажи это деньги, а деньги пойдут на разработку новой Overwatch 2. Релиз которой должен был состояться вот-вот скоро, но хаутурненький проект и корявенький ее бт-тест не оставил фанатов довольными. А разработчикам уж тем более, поэтому до выхода Overwatch 2 первую часть подписки PS Plus ожидать не стоит. Dreams это эксклюзив PlayStation 4, который чуть ли не стал игрой года на The Game Awards. Еще и при этом умудрился собрать 90 баллов на Metacritic, а там еще и игроки наныли, что игра такая шикарная вся, и вот не вышла на ПК, не осталась мультиплатформой, а как-то эксклюзивом PlayStation, да. Получилось. Из-за этого занизили игре оценки. И я вот даже в последнее время в сливах и на разных форумах читал в интернете информацию по поводу Dreams, и нахожу там иногда мнение от людей, что игра с какого-то хера обязана появиться в PlayStation Plus. С каких это пор Dreams обязана, прям именно обязана появиться в подписке PlayStation Plus? Я вообще такой не понял сначала, а потом до меня дошло, откуда все это пошло, когда я прочел информацию, что Dreams типа действительно сливают на ПК, и эта игра даже дату выхода получила на 2021 год, 25 декабря. А уже кстати на минуточку 2022 год, а Dreams так и не вышла на ПК, и об этом никто официально не заявлял, и доказательств никаких нет о том, что игра вообще выйдет на ПК. Поэтому я считаю, что игра не попадет в подписку PlayStation Plus ни в каком из возможных вариантов, и что все это слухи, сливы и фейковые новости о том, что данная игра должна выйти на ПК. Ребята, а на этом я заканчиваю свое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать все свежие новости и главные новинки в игровой индустрии. Спасибо вам за внимание, и всем пока!